Возможность ареста и преследования адвокатов без разрешения Совета Организации подорвёт независимость Института Защиты в нашей стране, уверен глава Союза Адвокатов Дарин Папеску. Сегодня утром после заседания парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, что я понял, что госпожа Астамати проинформировала членов комиссии о том, что она достигла консенсуса с Союзом Адвокатов по формулировке пункта 2 статьи 52 закона об адвокатуре от 2002 года. Хочу сказать, что эта информация не соответствует действительности. Никакие публичные слушания не проводились. Эта поправка ничем не мотивирована. Нам необходимо знать причину и основания для этой поправки. В правовом государстве адвокатам не нужны гарантии, но пока мы находимся в государстве с переходной демократией, я считаю, что такие гарантии нам необходимы. Позицию по Песку поддержали адвокаты, которые сегодня протестовали перед парламентом. Власть пытается ввести общественность в заблуждение, когда заявляют, что адвокаты выступают против того, чтобы их нельзя было преследовать и арестовывать, когда не совершают преступления. Наша цель – создать соответствующий механизм, гарантирующий свободу адвоката выполнением своих профессиональных обязанностей. Мы считаем, что это противозаконные действия, которые несут за собой захват в тотальности и адвокатуру тоже. И подчинение адвокатуре власти. Все мы помним, что творилось с неудобными адвокатами несколько лет назад, большая часть из которых либо была объявлена в розыск, либо они задерживались за то, что защищали права граждан. Они всегда были барьером между злоупотреблением государственных органов и защитой прав гражданина. Мы обращаемся ко всем гражданам с призывом поддержать адвокатов, потому что именно они в нужное время станут для всех нас единственным источником спасения. Спикер парламента Игорь Гроссу заявил, что единственный выход из тупика – это обсуждение законопроекта. Такие подходы с нами не пройдут. Отзовите, верните. Значит, надо вернуться за стол переговоров, дискуссий и найти решение. Баланс для всех вовлеченных в процесс сторон. Отметим, эти заявления Гроссу сделал сразу же после того, как законопроект Стамати был внесен сегодня в рабочую повестку парламента по его же инициативе. А уже к вечеру поправки к закону об адвокатуре были приняты голосами 57 депутатов ПДС. В ответ на протестные акции адвокатов Олеся Стамати заявила, что раз защитники имеют право протестовать, значит, мы живем в демократическом государстве. Напомним, 20 января началась всеобщая забастовка адвокатов по всей стране, которая продлится до 24 января.